Доброго трямца! В прошлой серии наше поселение набрало первую тысячу жителей, а я наконец стал лордом. Ну и на радостях открыл для подрастающего быдла первую школу, чтобы попытаться сделать из них что-нибудь годное. Также продолжил развивать тему обеспечения армии, а под конец назначил подготовку новых помещений в горе. Прежде чем мы начнем новую серию, попрошу тебя поставить лайкосик и написать комментарий, когда посмотришь это видео, конечно. Ну и это, у нас есть расписание выхода роликов, ссылка на него в описании под видео и в шапке канала. Да, понеслась. Тем временем, пока я выкапывал помещение в горе, вот здесь вот у нас энталодончики на максимум развились. 83 единицы энталодонов у нас здесь есть, и сколько нам это все дало? В этом году 549 единиц, в прошлом году 455 единиц. Но это не такие уж плохие показатели, и самое главное, что у нас, как я понимаю, сейчас, да, уже 24 поголовья скота в запасе. И поэтому давайте-ка мы с вами сделаем, наверное, еще пастбище энталодонов. Я думаю, что примерно того же самого размера, то есть 30 на 30 клеточек. Не знаю, как тут с плодородностью, я что-то не посмотрел на самом деле, но пускай будет вот так. Так, ворота вот сюда мы с вами ставим и собираем все это безобразие. Ну и да, сюда, конечно же, мы дорожки поставим. Вот так вот и вот так вот. И неплохо было бы еще и факелами все это дело обеспечить, но, блин, так же впадлу, а? Как же впадлу? Ну, я все-таки сделаю. Давайте поставим сюда факелы. Ребята, вперед все это дело собираем. Работников у нас с вами 109 человек. Так что с работниками у нас проблем не будет. Так же народ пошел валом в наше поселение. Услышали, что здесь теперь лорд Грини присутствует, да. Это вам не хухры-мухры, так что все решили, что да. Надо прийти к нам. Так, подождите, автонайм здесь не нужен, мне интересно, вот на этих вот полях. Ну, давайте попробуем здесь с автонаймом поработать. Здесь автонайм стоит, кстати. Окей, значит, что у нас с мясом, ребята? Мясо у нас 6 единиц, несмотря на то, что мы всячески стараемся, да, то есть производить мясо, но, как видите, у нас его по нулям. Это очень плохо. Зато еды, фруктов у нас просто завались. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, придется, наверное, где-то вот здесь вот делать еще отдельный склад для того, чтобы как бы обеспечивать вот этих вот ребят вот фруктами. Кстати, слушайте, а почему бы нам сюда просто не поставить через логистику вот этого перевозчика? Даже вот так вот чуть-чуть увеличить размер всего этого безобразия, всего этого склада и поставить сюда вот фруктики, потому что я собираюсь здесь сделать еще вот такое же помещение. Давайте мы просто его скопируем и вот сюда вот мы его с вами поставим. Так, я не понял, а стены нам делать никто не будет, да? Что, если мы сделаем, допустим, стены из дерева? Нет, я не буду из дерева делать. Давайте строение из резного камня посмотрим вообще, что-то изменится или не изменится. Мне прям даже интересно, потому что теоретически хотелось бы, чтобы здесь можно было делать не только из камня вот горного, чтобы можно было внутри горы делать стены, допустим, из резного камня. Почему бы нет? Собственно говоря, кто нам запрещает? Так, сюда что мы поставим? Давайте двери поставим, во-первых. Ну, да, это только на данный момент декор, но все равно, почему бы нет? Так, слушайте, а, блин, у нас настолько много, что ли, всего этого? То есть нам прям нужен отдельный склад, как я понимаю, то есть у нас прям впритык фруктов получается. Нормально мы так налоги попросили с наших ребяток. И, значит, что здесь у нас? Здесь у нас будет Великая Горная Школа. То есть в одной, в первой школе нашего города там все замечательно, там дети как бы ходят после занятий на речку, а в этой, короче, в школе дети после занятий идут в забой. Так, ну давай еще вот сюда вот эти полочки. У нас 89 процентов. И сюда, соответственно, 93 процента. И чуть-чуть еще, можно коврами добить, по идее. Либо просто куда-нибудь, куда-нибудь впихнуть до 100 процентов. Все. Наша школа практически готова. То есть надо будет ее только собрать. Деревянные двери сюда, пожалуйста. И сюда тоже, пожалуйста, деревянные двери. Интересно, а в саму школу, вот почему нельзя ставить факелы куда-нибудь в сами помещения? Ну, будем надеяться, что это все добавит. Напомню, что игра находится в раннем доступе. Одно из следующих обновлений это боевка. Говорят, ведут там катапульты, кавалерию. Там, короче говоря, боевка будет переделана полностью. Так, значит, здесь у нас малышарики. А здесь вот, смотрите, да, они здесь живут, короче говоря, до полного вырастания, судя по всему. То есть нам надо сделать таких помещений прям реально много. Только в этом случае у нас будет прям реально много детишек. Так, что еще здесь можно интересного сделать? Давайте дорогу из камня. Вот полностью мы сейчас все это дело замостим, чтобы у нас здесь были прям везде красивые дорожки. Так, что у нас по школе? Значит, услуг у нас тут доступны услуги 48 и, в общем-то, 0. Да, доступных услуг у нас 0. То есть, как я понимаю, все дети предпочитают учиться именно здесь. Слушай, а кто определяет, сколько здесь должно быть работников? 12 процентов, подожди, в смысле 12 процентов работников? А если так? Ну-ка, 14 процентов. Подожди, а сколько надо-то? Что-то я не совсем понимаю. 73 процента. А, нет, наоборот, наоборот, можно уменьшать. То есть нам надо ближе к 100 процентов поднять эту рабочую нагрузку. Блин, ребят, я понимаю, что Грини балбес. Ну вот я почему-то, почему-то я все время путаюсь вот в этих вот штуках. Вы сколько мне пишете, сколько мне объясняете? Как об стенку горох, да. 73, так что не понял. А что происходит-то? Нет доступных услуг. То бишь, у нас здесь все забито абсолютно. При этом, как бы, процент понижается. Подожди, что не хватает? Нет доступных услуг. А почему их нету-то? Все занято? А вот в этой школе что у нас происходит? А вот в этой школе у нас, как видите, доступных услуг дофига. То есть, действительно, для того, чтобы все это у нас работало, нам надо вот сюда, вот как я понимаю, поместить больше детишек, да? Может быть, эту школу? Ну да, надо эту школу, видимо, не школу, в смысле, ясли вот эти вот расстроить. То есть, поставить еще вот здесь вот, допустим, ясельки. Можно еще здесь что-то подобное сделать. Ну, давайте, давайте, давайте мы сейчас, во-первых, здесь удалим воду. То бишь, закопаем все вот это помещение, помещение, всю вот эту вот землю, закопаем. И сюда попробуем сделать еще, наверное, ясли. Может быть, г-образный, хотя я думаю, что вот в этот аппендикс вообще ни хрена у нас не поместится. Но, тем не менее, давайте попробуем его тоже использовать. Прям мега странное помещение у нас получилось, я вам хочу сказать. Так, давайте здесь сделаем какие-то вот такие вот выходы. И вот здесь вот еще сделаем. Вот такое вот помещение у нас довольно большое. Я боюсь, что теперь нам не хватит здесь как раз школы. Вот такие вот пирожки с гвоздиками. Теперь, может быть, в обраточку будет. Наоборот, нам не хватать чего-то. По стене, на самом деле, стену, я думаю, что тоже стоит построить. Но здесь нам, видите, что мешает. У нас здесь рыболовный пирс. Давайте мы, конечно, сделаем строение из камня. Вот так вот, наверное... Подожди, а это у нас та вообще стена-то? Это не та стена. И я опять сделал помещение из камня. Блин! Да что ж такое-то? И у нас, конечно же, этого самого камня жестко не хватает. Но с ним мы справимся. Я там добавил еще коммнитесом инструмента. Так что они, теоретически, должны работать довольно быстро. Так, каменная ограда, укрепление. Вот она, великая стена, наверное. Подожди, каменная стена меня интересует. Каменная великая стена. Значит, вот так вот мы, наверное, сделаем. Ну да, школу надо обязательно окружать каменной стеной. Вы же понимаете, там самые опасные люди содержатся. Их не дай бог выпустить. Так, удалить воду. Давайте. Я просто хочу сделать какой-то небольшой промежуточек между домом. Вот здесь не получится сделать, а здесь мы его все-таки сделаем. И сюда, пожалуйста, то же самое укрепление. Каменную стену. Ну, просто, чтобы наши друзья-рейдеры, как бы, ну, не приходили к нам прям вот уж совсем просто. Нормалды. Теперь ждем, пока у нас появится вот здесь вот камушек. Сколько там не хватает? Ух ты, до хрена не хватает там. Давайте прикупим, что ли, тогда. Чтобы все это по-быстрому решить. По-быстрому решить этот вопрос. Давайте мы купим, ну, с запасиком. 500, короче, тесаного камня. Я думаю, этого хватит на все наши нужды. Мяско. Мяско у нас пошло потихонечку в плюс. Хлеб у нас прям в хороший плюс пошел. И насчет, кстати, хлеба и производства пайков. Давайте мы здесь посмотрим. Что-то мне подсказывает, что здесь можно было бы помощнее все это сделать, да. Но почему-то не хватает нам. Видимо, хлеба, да, не хватает, скорее всего. Сейчас работников поднимем и посмотрим, что у нас здесь будет. По производству, да, хлеба периодически не хватает. Только вот я не могу понять. Ага, слушайте, надо вот этот вот склад, наверное, увеличивать. Вот что я думаю. Либо делать пристройку с нормальным человеческим складом сюда, вот к этому зданию. Кстати, почему бы и нет, на самом деле. Давайте сделаем действительно нормальный, как бы, склад сюда идти. Ну, такой вот, 3 на 6 блока, допустим. Только, пожалуйста, из дерева, а не из тесаного камня, блин. Я уже задолбался. Так, склад у нас имеется. Давайте мы здесь поместим вот так вот пятихаточку хлеба. Причем приносите его сюда, пожалуйста. И поставим сюда еще, наверное, вот эти вот пайки. Если у нас что-то будет где-то оставаться, пускай пайки все эти несут сюда, на этот склад. Ну, как-то так. Да, и, естественно, работников здесь мы ставим автонайм, чтобы здесь всегда работников хватало. Тем более, что у нас 53 человека есть, желающих работать. Пускай работают. Так, 12 хлеба, да. Хлеба и зрелищ. Блин, вот здесь вот хлеба не хватает, конечно. Да, нам по ходу дела, нам надо будет налаживать производство большего количества хлеба. Что-то мне подсказывает, что нам его пока не хватает, да. Значит, здесь у нас что? Здесь у нас пайков 1400 штучек. И что бы нам надо было бы еще? Нам надо еще одежды. Потому что с одежкой у нас, ну, не все так гладко, как хотелось бы. Конечно, вот эти ребята, они вовсю работают по полной программе. Вроде бы впахивают, но не хватает. Не хватает нам одежды, нам надо больше. Вот у нас производство одежды. Ну, это даже не смешно, на самом деле. Производство... Так, давайте наладим производство ткани по максимуму прям. Сюда мы можем инструмент еще поставить, да. Максимально тоже на восьмерочку ставим. То есть ткани сейчас должно быть прям до звезды мешалки. И вот это вот здание мы с вами сейчас увеличим. Аккуратненько вот эти стеночки удаляем. Хотя по большому счету, мне кажется, что я сейчас буду удалять все станки отсюда. И, кстати, вот здесь вот, по-моему, остался еще склад у нас, ребят. Вот, то есть здесь у нас остались еще склады. То есть здесь не только дополнительный верстак или там полка. Я не помню, что там вообще есть. Сейчас посмотрим. Полка с инструментами. Ну, по-моему, здесь не все. Вот это вот полка с инструментами. Так, а сюда вот войдешь. Замечательно. 99% и вот сюда вот 100%. Ну и можно здесь чуть-чуть еще подрезать помещение. В принципе, как-то можно даже вот... А, нет, так мне не дадут подрезать помещение, к сожалению. Зато вот так дадут. Так, меньше материалов, да. Меньше материалов. Ну что, запускаем. Я надеюсь, что это нам будет давать больше. Я забыл посмотреть, сколько нам сейчас это давало одежды. Но будем надеяться, что будет давать больше. Ух ты, слушайте. А у нас, смотрите, поголовье скота-то в плюсе, что ли? Не понял. Юмора сейчас. Давайте мы вот здесь вот разберемся с этим помещением. Неужели уже полностью второе поле, вот, точнее, второй выпас вот этот, я не знаю, как это назвать. Второй загон достроили. Так, вот здесь вот, пожалуйста, давайте по максимуму. По максимуму. Инструмент здесь максимальный уже есть. И... Так, что-то тебе не хватает. Всего тебе хватает. Рабочая нагрузка, вон, даже 93%. Вообще надо носить аккуратнее одежду. Вот и все. И тогда ее будет хватать. Так, тут у нас что? О, тут у нас 68 животин... А, тут, слушайте, тут плодородность меньше, судя по всему. Похоже, по ходу дела, да, здесь плодородность меньше. Поэтому и животных тут помещается меньше. Ну да, здесь... Хотя нет, местами вон плодородие по 80%. Но мало, мало, ребят. Рыботорговец. Нет, рыботорговец нам не нужен. Если у нас и будут рабы, то, как я уже говорил, они будут из числа захваченных, товарищей. А мы пока с вами животноводство продолжаем развивать. Вот этих вот ониксов давайте зафигачим. Так, куда-нибудь сюда, наверное. То же самое. 30 на 30. Вот такое вот еще одно поле у нас будет. И ворота тоже у нас будут где-нибудь вот здесь. Давайте, собирайте мне, пожалуйста, теперь вот это вот поле. Так, ежедневный уход. Смотрим, чтобы... Главное, чтобы ежедневный уход на соточку выходил. Вышел на сотку, нормально. То бишь, количество людей здесь вполне себе адекватное. Вообще-то, хотелось бы... Так, хотелось бы, чтобы у нас одежды стало побольше. Чтобы я сделал еще один склад снабжения армии. Там, в принципе, последний, да, вариант? Или... Подожди, что там вообще надо на этих складах снабжения? А, еще выпивку. Выпивку мы так с вами и не делали. Она, наверное, тоже делается из зерновых или как? Ладно, давайте мы сейчас с мясом сначала разберемся. А потом будем разбираться уже и с выпивкой. Что у нас по образованию, ребят? По образованию. Образованных людей как бы, ну, смотрите, 98% школы. Обеспечение школами 98-96. Так, образование. Вот этот параметр 42. Уровень образования ваших граждан. Повышается за счет того, что они ходили в школу, когда были молоды. И в университеты, когда стали взрослыми. Повышает производительность большинстве отраслей. А образованные взрослые работают как банк знаний. Давая вам технические очки. Во, как интересно. То есть, в принципе, нам бы еще неплохо было бы сделать еще и универы. Ну, сначала хотя бы, чтобы вот, чтобы жратва у нас была. Мяском обеспечить. А то у нас что-то мяско-то, ну, пошло в плюс, в принципе. То есть, пошло в плюс, да. Теперь, что касается напитков. Где мы будем их производить? Вот в чем вопрос. Надо подумать, где мы будем делать производство напитков. Вообще, конечно, наверное, там же, где и зерновые производим. Где-то вот здесь. Ну, как я понимаю, это же делается из, так, переработка. Подожди. Пивоварня. Значит, потребляется, да, горшки, уголь и зерно. То есть, все абсолютно верно. Либо, короче, второе делается из фруктов. То есть, либо так, либо так. Ну, давай попробуем сделать, короче, эту пивоварню. Так, здесь у нас хлебопекарня. И рядышком давай тогда замутим еще и пивоварню. Так, 66%, 83%. Вот, короче, все у нас поместилось, да. И можно даже уменьшить это помещение, как минимум, на один блок. Вот таким вот макаром. Значит, все из дерева. Все верно. Чтоб, не дай бог, опять нестесанного камня. Хотя вопрос, кто там будет работать. Потому что тесанный камень тоже, в принципе, вещь полезная. Для некоторых раст, допустим, для людей. Я думаю, что и работать им тоже понравится именно в помещении стесанного камня. А не из дерева. Так, значит, что еще? Вот на этой стороне дороги. Ну, во-первых, давайте дорогу здесь немножечко подредактируем. Дорога из камня. Мне кажется, что здесь уже давно пора сделать дорогу из камня. Тем более, что камни-то у нас, как обычно, до дури. Значит, делайте всю дорогу из камня. И вот здесь вот нам надо будет разместить склад. А для этого, понятно, нам надо будет что-то здесь чуть-чуть прикопать. Удалить воду. Давайте мы сделаем как-то вот так вот. Тут нужен небольшой будет складик под, собственно, зерновые, наверное. И под уголь, под зерновые и под готовый продукт. То есть мы здесь сделаем такой вот небольшой узенький складик. Делаем. И еще дорожки давай. Тоже красивые дорожки. Вот так вот на выходе мы их тоже обеспечим нашим ребятам. Слушайте, если мы еще зерновые будем сейчас сюда отправлять, то нам, наверное, нужны еще поля. Хотя бы какие-то небольшие. Вот здесь с плодородием 93%. Слушай, не так уж и плохо здесь с плодородием. Давайте-ка мы сейчас здесь тоже прикопаем немножко земли. Ну, чтобы просто выровнять вот эти края. И может быть сюда вот небольшое поле еще поставим. Прямо такое маленькое совсем поле. Вроде да, с плодородием здесь сотка. Сто процентов. То есть поле здесь будет прям идеально вообще. И впритык к воде, чтобы не копать никаких... Ага, тут вот у нас не очень хорошо получается, да. То есть часть все-таки не плодородной земли, а какого-то говна. Окей, значит, делаем вот так вот. Так, а что вам здесь не хватает? Для выполнения работы не хватает свободных подданных. Сейчас появится подданный, и все хорошо будет. Плюс 40 человек сразу. Ремонтник, кстати. У тебя автонайм стоит? Да, и у тебя что-то не хватает. Нет работы в радиусе. В смысле нет работы в радиусе? Тебе чинить нечего? Так давай мы тебя уволим к хренам. Вот это что такое? Это блоки, которые надо чинить. Вот иди чини давай. Так, поле засеяли. Ну, я думаю, что вот с этим вот зерном нам будет хватать. Наверное, его как раз будет достаточно для того, чтобы работало вот это вот у нас помещение. Вот это производство. Значит, что? Хлеб мы... Ну, давайте сделаем на самом деле. Пускай здесь хлеб тоже хранится. Но, в первую очередь, здесь будет зерно у нас храниться. Так вот, 2000, допустим. Даже пускай чуть больше. И будет у нас выпивка храниться. Также, наверное, у нас уголечек. И что там еще-то? Я вот не помню. Что-то там, по-моему, еще. Кажется, гончарка. Да, вот гончар... Ага, подожди. Тут я что-то, видимо, разогнался. Прямо конкретно так разогнался. И теперь у нас... Да, вот теперь гончарочку, пожалуйста, сюда. Гончарки у нас, по-моему, там избыток даже был. Ну, 1К у нас имеется. Сейчас посмотрим после начала производства, что будет с этой самой гончаркой. Денег у нас, кстати, 296 тысяч на секундочку. Я последовал вашему совету и начал продавать уголь, начал продавать глину. Ой, кажется, еще и овощи надо будет тоже начинать продавать. Так, ребят, здесь у нас что? Change рецепт. Значит, да, мы все-таки будем производить, наверное, из зерна. Зерновую. Водярочку. Дай по максимуму. Так, что-то тебе здесь не хватает. Работников опять не хватает. В смысле не хватает работников? Алло. Вот, значит, бухлишка у нас тоже поехала. И насчет бухлишка, на самом деле, самый главный момент это обеспечение армии, опять-таки. Наверное, это обеспечение армии. Вопрос в том... Ну и трактиры. Трактиры, конечно, тоже нужны. Блин. Опять кликнул, куда не надо. Ай, господи ты, боже мой. Ну давайте сделаем и трактиры тогда. Ну тогда везде придется их делать. Вот они у нас, таверны. Вопрос. А в таверне у нас можно только выпить или еще и пожрать можно? Вот в чем вопрос. Просто если еще и пожрать можно, это меняет дело. И тогда нам вот те вот столовки будут просто не нужны. Окей, значит, здесь мы добавляем двери с двух, наверное, сторон, чтобы наши ребята могли там, где удобно им заходить. И все, мы назначаем все это дело в производство. Да будет первая таверна. Короче, да появится первая таверна, да появится бухлишка. Так, а бухлишка, кстати, не сильно-то и растет. Так, пивоварня у нас дает в сутки 188, что ли? Подожди, а у нас что, две пивоварни? Что-то как-то я не совсем понимаю. Производится в сутки пивоварня-пивоварня. У нас всего одна пивоварня. Что за фигня? И причем производится много, обратите внимание, а на складе у нас как-то его маловато. Мы что, где-то еще его складируем, что ли? Ну, я не знаю, для армии там и так далее. Для армии надо, конечно. Но я планировал сначала как бы обеспечить наших ребят в тавернах бухлишком. Спаиваем население. Посмотрим. Надеюсь, это на образование никак не скажется. Что у нас по населению? Значит, детей. 182 человека детей у нас, ребят. Ну, не так и плохо. И они плюс еще и получают образование. Вообще шикарно. То есть у нас вырастут образованные детишки, скорее всего. Может быть. Если повезет. Так, нет работников. Нет доступных услуг. Здесь тоже, я не знаю, автонайма достаточно или недостаточно. Так, что тебе не хватает? Тебе не хватает бухла. Почему-то. А почему тебе не хватает бухла? А кто сюда должен его доставлять? Вот мне интересно, сюда доставляют складские работники или же сюда доставляют их? Блин, непонятно. То есть работники склада должны доставлять сюда или работники таверны должны ходить? Доступные услуги ноль. Да, и, кстати, бухлишка-то на складе есть, а вот здесь вот непонятно совершенно. Окей. Давайте здесь посмотрим, что у нас в плане услуг. Питейные заведения. 8% всего-навсего. Слушай, ну нам надо либо больше бухла, либо больше заведений. Я думаю, что и то, и другое можно без хлеба. Мне кажется, что эта штука здесь нифига не справляется. И вдобавок у нас, да, у нас проблемы с зерном. Серьезнейшие проблемы с зерном. Я даже не думал, что у нас они когда-нибудь будут. Ну, проблемы с зерном будем решать тогда радикально. У нас есть возможность по налогам получать зерно? Есть, но немного. Так, давай вот так вот сделаем. Так, минус 12% дефицит, да? Дефицит бюджета. Так, подожди, от чего мы можем отказаться? В принципе, мы можем отказаться от драгоценных камней, наверное. Нам сейчас... Драгоценные камни мы сами будем получать. Это не проблема. И сотка зерна у нас должна быть. Сейчас посмотрим, как это скажется. Блин. Хватает тебе? Вот не хватает ему зерна. Ну, вообще, хоть ты тресни, не хватает ему зерна. Вот на этом складе было бы неплохо это зерно вообще складировать. Потому что у нас все, что надо, как бы, ну... Все производственные здания по зерну у нас находятся здесь. Здесь тоже зерна не хватает или как? Черт его знает. Ладно, давайте мы, наверное, зерно тогда действительно поставим здесь галочку. Приносить сюда. А то сейчас еще и без хлеба остается... И без бухла, и без хлеба. И, короче, будет грустно совсем. Интересненько. А без бухла вообще наша армия существовать может? Сможем ли мы кого-то отправить в поход, не имея бухлишка? Вот в чем вопрос. Такс. И была еще вторая идея. Ох ты, ё-моё. Слушайте, тесанный камень. Сколько ж у нас тесаного камня-то? Давайте понизим количество армейского обмундирования. А вот количество тесаного камня мы с вами поднимем прям конкретно. Вот сюда вот точите, пожалуйста, 700, наверное, тесаного камня. Чесаного-чесаного камня. И здесь я хочу сделать еще один дом, наверное. И, возможно, что здесь мы сделаем еще поле под зерно. Потому что здесь с плодородием вроде бы тоже все относительно неплохо местами. То есть вот здесь вообще под сотку. Где-нибудь вот здесь, допустим, сделаем еще одно производство бухлишка. Почему бы нет? Но для начала я думаю, что сюда надо поставить еще одно здание. Ну, в общем и целом неплохое здание получилось. Давайте вот здесь вот выходы сделаем. То есть два выхода здесь сделаем. Парочку выходов на... Ой, подожди, что я делаю? Да, из стены парочку выходов. Короче, вот так вот у нас получается здание. Только я не понял, с чего я его делаю. Я его делаю из дерева. Ну, в принципе, почему бы и нет на самом деле? Потому что у нас же тут много всяких национальностей-то обитает. Два здания пускай будет из дерева. Тем более, что люди, в принципе, в деревянных зданиях живут. И ничего страшного. Собираем эта зданица. И дальше, соответственно, где-то здесь нам надо будет сделать, опять-таки, трактир и производство бухлишка. Потому что с бухлишком я не знаю, короче. Может быть, все-таки начать с трактира. Потому что у нас есть что-то там. Знать покидает. Это печальный день. Наш ректор университета покинул сегодня. Его должность в настоящее время вакантная. Нуждается в заполнении. Покидает или помирает, мне чисто интересно. И вообще, в принципе, у нас есть еще, по-моему, как бы какая-то знать. Так, ну давай, мы тебя вот ректором университета назначим. Отлично. И мы можем еще кого-то назначить. Погоди секундочку. Так, ну-кась, ну-кась, накусь, выкусь. Мастер кузницы, мастер переработки. Является экспертом по переработке сырья в промежуточные товары. От кузниц до тканей. По идее, я же стал императором, да? И, соответственно, я могу назначить еще кого-то в управленце. Ну, давайте вот выберем возраст 77. Слушай, а возраст 5? Серьезно? В 5 лет уже работает? А можно тебя знатью сделать? Нифига себе, слушай. Пятилетний знатный мастер переработки, короче. Так, у тебя возраст 56, ты скоро помрешь 75. Еще 5. Слушай, что-то у них как бы печально все на самом деле. Во. Значит, еще знатного назначили. А что у нас там по знати-то? Знать 5 единиц. Здесь у нас всего-то сколько знатных может быть? Дворяне назначение 3. Здесь 2. 1. То есть 6, да? Может быть, 1. Подожди, что-то я запутался вообще насчет знати. Знатных пятеро. То есть, как я понимаю, могу еще кого-то назначить в знатные. Такой забежал к портным, короче, и всех назначил знатными. Нет, не могу. Ну и, наверное, все-таки стоит действительно сделать вот здесь вот производство бухлишка, как мне кажется. Да, то есть здесь вот у нас будет производство зерновых. Сейчас у нас 2500 зерна есть. А мы сделаем сейчас еще производство бухла здесь. Вот такое странное у нас получается помещение. Блин, только здесь желтизна, конечно, совершенно не в тему. Так, вот сюда вот мы не можем, да, поставить? А, сюда можем. Слушай, сюда... Нет, вот сюда не можем. Сюда тоже не можем. Так, как бы нам тут это все... Во, слушайте, желтизна ушла, да? То есть можно вот так вот сделать, попытаться. Вот такое помещение получилось у нас. То есть прям мощное такое помещение по производству бухла. Прям целый завод, можно сказать. Давайте мы его с вами соберем сейчас. И надо будет... Да, зерновые зерновые надо будет сейчас здесь развивать очень активно. То есть фермы ставить. Ну, я думаю, что одну ферму можно поставить будет. И надо было еще сделать пристройку под зерно вот здесь вот, под склад зерна. Тогда бы форма такой странной не была. Кстати, давайте мы так и поступим, наверное. Вот сюда сейчас пристроим еще склад. Даже, пожалуй, он будет чересчур большим. Так, а можем мы сюда вот? Да, сюда еще и дверь можем поставить. Идеально вообще. А сюда на всякий случай ферму зерновых давайте сделаем. Вот такую, приличных размеров. Сразу же, наверное, надо будет ее обкопать водичкой. Так, подожди, только не удалить воду, а вырыть канал. Вот так вот давайте вырываем канал. Я раньше заморачивался, там какие-то дорожки оставлял. Короче, смысла в этом нет никакого. Так, ребята, вперед. Работаем. Лес у нас есть. Лес у нас, вроде как, подожди, есть у нас лес. 2,9К, кстати, не так уж и много. Что-то куда-то они его девают. Что у нас тут по лесу? Я не понял. А почему мы его, кстати, не получаем? Очень странно. Так, 10% здесь у нас дефицита. Можно что-нибудь отменить, наверное. Свинтусов давайте отменим, наверное. Вот так вот будет нормально. Без всяких дефицитов. Все хорошо. Прекрасная маркиза. Единственное, что людей не хватает. Но люди это поправимые. Плюс 80 человек. И вперед поперли. Наконец-то это превращается в колонию именно... Не колонию, а поселение именно людей. А не непонятно кого. Ой, слушайте, сколько у нас объектов-то одновременно. Я теперь понял, почему у нас и леса не хватает, и всего. Я что-то забыл, что я тут поставил домов немерено в производство. Они просто все не успевают сделать. Можно что-то заморозить, но проще подождать на самом деле. Очередной домик готов. Так, работники набраны. Все. А что там за дополнительные услуги? Я так и не понял. Какие-то доп. услуги. Доп. услуг нету, типа он пишет. Что это значит? Я фиг его знает. Ну, я думаю, что с кроватями теперь точно проблем быть не должно. Следующее у нас поле. Как видите, тоже сейчас будет готово. Вопрос, сколько сюда ставить народу? А, подожди, мы еще не доделали. Да, подожди, а почему мы не доделали? Одной единицы зерна не хватает? Ну, вы серьезно? Вы издеваетесь надо мной? Или вы просто прикалываетесь? И издеваются, и прикалываются. Так, работников. Значит, работников давайте-ка мы здесь поставим где-нибудь человек 13. Мне кажется, этого будет достаточно. А теперь, что касается вот этого склада. Зерновые давайте тоже, кстати. Вот мне интересно, а как он будет определять? На том складе я поставил тоже, что зерновые приносить туда. И на этом я тоже самое ставлю. Так, и бухлишко, наверное. Бухлишко, бухлишко, бухло. Давайте тоже, наверное, сюда мы его будем ставить. Но собирать не будем. Короче, как-то так. Единственное, что надо еще дороги сделать. Дороги из камня. Вообще, можно уже переходить на дороги из тесаного камня. Потому что мы уже богаты, в принципе. И можем себе это позволить. Ну, теперь осталось здесь еще таверну построить, наверное. Но это будет уже в следующей серии. Однако, с бухлом теперь все будет хорошо. Должно быть у нас, да? Так, что у нас по производству? Во-первых, автонайм идет нафиг. Здесь мы ставим на максимум. Работники 57 человек. О, блин. Нам надо много работников. И люди, кстати, к нам валом идут тоже. Это тоже хорошо. Что я бы хотел сюда еще поставить перед тем, как мы с вами закончим? Пункт обеспечения армии. Давайте поставим его тоже самым большим. Сделаем. Какой можем. Дороги. Давайте прям вот изысканную дорогу сюда замутим. Вообще надо все перестраивать на изысканной дороге. Вот так вот мы с вами замутим. Что-то как-то какая-то фигня получается. Ну, давайте кусочек вот этот вот тоже сделаем прям изысканным-изысканным. У нас камня до дури. Как видите, мы ушли тут уже в полную загрузку склада. Поэтому, по идее, надо его куда-то тратить. Почему бы не на дороге? Трепет-то, по-моему, эти дороги внушают нашим ребятам. Ну, и как раз армейцам трепет-то самое оно. Они должны боготворить своего императора. Ну, правда, я только лорд пока. Ну, ничего страшного. На самом деле, до императора-то нам тоже тут недалеко. Что там у нас следующее? Это две с половиной тысячи человек. Ни хрена себе. А, король следующий. Две с половиной тысячи человек. Я хочу быть королем, да. Все, ребят. На этом мы с вами заканчиваем. Уже теперь точно. Вот. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Не забывайте, пожалуйста, что у нас на канале имеется расписание. Я специально для вас там выкладываю. Всегда, ну, отмечаю, когда какая игра выйдет. Вы посмотрите, пожалуйста, ссылочка под видео и ссылочка в шапке канала, чтобы не задавали вопросов, когда выйдет та или иная игра. Ну, а с вами был Гринни. Всего доброго. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok